Я Денис Осин. Вместе с Альфа-Банком мы раздадим 100 миллионов рублей предпринимателям по всей стране. Деньги получат. Лучшие истории. Расскажи о своем бизнесе на alfabank.ru В начале фильма одного из офицеров Северной Кореи по имени Рюхван инструктирует полковник со шрамом на лице. Полковник говорит бойцу о важности миссии и что его жизнь ничто по сравнению с заданием. Иными словами, он буквально посылает бойца на смерть. Затем говорит, что если им суждено встретиться вновь, то, скорее всего, они будут врагами в этой ситуации и выживет только один из них. Спустя два года в Южной Корее Рюхван ведет аскетичный образ жизни. Таково задание офицера. Он должен интегрироваться в южнокорейское общество под видом самого настоящего идиота. Над ним постоянно издеваются соседские дети, бросая камни в бедолагу и относясь к нему как к мусору. Его приютила одна предприимчивая и скупая женщина. Она относится к парню как мать. Все в округе знают его по имени Дон Ку. Офицеры постоянно посещают сомнения по поводу его задания. Зная множество боевых тактик, владеющим множеством языков и способный управляться с любым типом оружия, он вынужден прикидываться дурачком. Но тем не менее, он со всей ответственностью подходит к своей миссии. Каждое утро раздражает слизистую носа, чтобы появились сопли. Сопли из носа. Выполнено. Кубарем скатывается по лестнице, изображая неуклюжесть. Он работает у приютившей его женщины продавцом в киоске. И детишки регулярно крадут у него соевые сосиски, думая, что он не замечает. Но Дон Ку все помнит и ведет свой учет украденных вкусняшек. Местная путана тоже регулярно отваривается в этом ларьке. Вид ее прелести сбивает парня с толку. Он пытается всеми силами сохранить здравый рассудок, когда она появляется перед ним в глубоком декольте. Спокойствие. Только спокойствие. Переключи внимание. Эти женские уловки. Дай сигареты. Проститутка. При республике тебя к стенке поставят. За работу он получает скромную зарплату, которую хранит в жестяной банке из-под Чувачупса. Он безумно рад, что ему удалось накопить 200 тысяч вон за все время своей миссии. И он даже, возможно, вернется миллионером в Северную Корею и сможет купить квартиру. Для справки, эта сумма эквивалентна 140 тысячам рублей. Дон Ку прослыл среди местных знатным безобидным дурачком. Однако он успел изучить привычки и особенности всех жителей в районе. И ему определенно нравится одна девушка по имени Юран. Она приветлива к молодому человеку и даже испытывает некую симпатию. Юн Юра, 22 года. Специалист в малом бизнесе. Она такая... красивая. Однако над ним издевается ее младший брат-старшеклассник, чтобы такой дурачок, как Дон Ку, не засматривался на его сестру. Однако, помимо Дон Ку, в окрестностях обитает один персонаж, который осведомлен о том, кем на самом деле является Дон Ку. Как давно ты прибыл? Сегодня, 736-й день. Это Чан Сек, доставщик. На самом деле, он тоже засланец из Северной Кореи. Однако, он находится на вражеской территории настолько давно, что даже начал забывать, кто он на самом деле. И сомневается, что он действительно делает что-то полезное для своей родины. Дон Ку напоминает Толстяку о долге перед родиной. И чтобы он даже не помышлял об измене своей отчизны. Товарищ, что за детские выходки? У нас единственный путь. Исполнить гражданский долг. Вечером, чтобы усугубить свой образ дурачка, Дон Ку решается на миссию под названием «Публичная дефекация». Он начинает испражняться перед прохожими, прямо посреди квартала, как собака. Однако, он никак не ожидал, что среди прохожих окажется его зазноба Юран, что просто обескураживает молодого человека. На следующий день, девушка, которая всегда была приветлива с Дон Ку, избегает встречи с ним. Вот засранец. Опражняешься на улице. Дон Ку козел, я же говорил, не пялиться на сестру. Ты слышал? Вали отсюда, супермен. Чего разлегся? Отстань уже от меня. Я же не сильно врезал. К нему подходит Че Ду Сок, сын приютившей его женщины. Он относится к Дон Ку как к приемному брату. Че Ду Сок принимается учить его драться, чтобы над ним больше никто не издевался. Дон Ку пробивает ему джеб, затем отправляет его в стратосферу апперкотом. Однако, на самом деле, это все мечты парня. На деле, он просто продолжает прикидываться отсталым. Затем доставщик передает ему конверт. Внутри фото его матери, которую он не видел уже 11 лет. Она единственная, что связывает Дон Ку с Северной Кореей. Его эмоциональный маяк, который не позволяет парню забыть, откуда он родом. Более того, Дон Ку регулярно пишет письма о своей матери, в надежде когда-нибудь передать их ей. В один день, когда Дон Ку со своим так называемым приемным братом доставляет продукты одному клиенту... Он замечает признаки присутствия чужака. Заподозрив неладное, парень приходит к выводу, что тут поселился шпион. И ему нужно выяснить, вражеский или союзный. Вечером, во время тренировки, к нему приходит тот самый шпион. С виду напоминающий кей-поп-звезду с обесцвеченными волосами. Между ними начинается поединок, который больше похож на дружеский спарринг. После которого они вспоминают свои подростковые годы в тренировочном лагере Северной Кореи. Они оба командиры отрядов, которые регулярно конкурировали друг с другом. Ты как всегда лучший, не растерял мастерство. Его прибытие вызывает у Дон Ку множество вопросов. Зачем они прислали еще одного командира разведки на тот же район? Рыжеволосый признается, что его прислали проконтролировать Дон Ку и выяснить, верен ли он по-прежнему своей родине или нет. Но Дон Ку не верит словам Рыжего, поэтому утром он отправляется следить за своим товарищем. Дон Ку успешно проводит слежку и видит, как его товарищ пытается пройти прослушивание в какую-то местную рок-группу. Однако его северокорейских навыков игры на гитаре хватает лишь, чтобы подягаться с первоклассниками. И на фоне других конкурсантов он выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. После прослушивания, за беседой с Дон Ку он признается, что его задание на самом деле просто слиться с толпой, изображая рок-звезду. Дон Ку в недоумении, почему ему выпала честь изображать дурачка, об которого каждый вытирает ноги, а его сослуживцу такая престижная легенда. Вечером Дон Ку просыпается от интенсивного стука в дверь. Это один из мальчишек, который постоянно над ним издевается. Парнишка в слезах просит помочь Дон Ку найти его пропавшего брата. Вся округа уже выдвинулась на поиски пропавшего ребенка. Дон Ку при помощи своих навыков быстро берет след. Проанализировав мочу мальчика, как Конор из Detroit Become Human, он как ниндзя скачет по крышам домов на звуки ребенка. Он берет с бельевых веревок первую попавшуюся одежду, чтобы замаскироваться на всякий случай. В конце концов, Дон Ку находит мальчика в доме парикмахера. Оказывается, мальчик сам пришел к мужчине домой за пирожными, которые ему всегда дает парикмахер. По факту парикмахер имеет виды на маму мальчика, поэтому он таким образом налаживает отношения с ее детьми. В это время другие жители района приходят к месту и замечают Дон Ку в весьма необычной одежде. Все принимают его за извращенца, который похитил ребенка. Но к его счастью, Дон Ку удается быстро унести ноги благодаря своей безупречной физподготовке. На следующий день спецслужба Южной Кореи допрашивает северокорейского шпиона. Он рассказывает, что 16 лет назад был создан спецотряд 54. В него входят лучшие солдаты, которые бьются до последнего. Их отобрали из десяток тысяч солдат, чтобы сформировать отряд для внедрения в Южную Корею. Спящие агенты, готовые в любой момент выполнить любой приказ своей родины. В этот момент к Дон Ку приходит доставщик. Доставщик говорит, что его задание закончилось, и он возвращается на родину после 16 лет в Южной Корее. Однако он просит Дон Ку дать ему пистолет, так как вся его семья из Северной Кореи была арестована в попытке сбежать в Китай. И он планирует убить пару южнокорейских чиновников, а затем самоликвидироваться. Тогда есть шанс, что его семью оставят в живых. Дон Ку приказывает ему сохранять лицо перед родиной и не творить глупостей. «Приказываю тебе как командира. Пока ты не натворил бед, у твоей семьи есть шансы выжить». Он дает ему пистолет, но тот оказывается незаряженным. Парень прогоняет толстяка со словами. «Храни верность республике до последнего. Сделай все, чтобы выжить и вернуться домой. Только так ты воссоединишься с семьей, если они еще живы. Вы встретитесь в тюрьме». Тем временем неизвестный шпион убивает северокорейского языка, который рассказал южнокорейским спецслужбам об отряде 54. Поэтому спецслужбы принимают решение создать группу по работе с отрядом 54. «Я, Денис Осин. Вместе с Альфа-банком мы раздадим 100 миллионов рублей предпринимателям по всей стране. Деньги получат. Лучшие истории. Расскажи о своем бизнесе на альфабанк.ру». Вечером Дон Ку пишет очередное письмо матери с признанием, что он может не вернуться живым в Северную Корею. И кладет его к другим неотправленным письмам. К его голове приставляет пистолет неизвестный человек. Дон Ку спрашивает. «Ты знаешь, на кого оружие направил?» Он спрашивает, из какого он подразделения, но незнакомец не отвечает. Затем говорит, что он прибыл, чтобы проверить преданность Дон Ку Северной Кореи, после чего убегает. Дон Ку пытается догнать мужчину, но в ходе долгой погони по крышам малоэтажных домов Южной Кореи, таинственному незнакомцу удается скрыться. Местная путана замечает Дон Ку на крыше и зовет его немного поразвлечься. Дон Ку развлекает подвыпившую девушку на карусели. Затем она со слезами на глазах рассказывает парню о своей нелегкой судьбе. Мое настоящее имя – Хо Чумнан. Да пофиг мне, шагай домой. О том, что в 18 лет она родила ребенка, и ее родители отдали младенца на усыновление в США, и она скучает по нему. Дон Ку относит пьяную девушку домой, затем рассказывает о встрече с таинственным незнакомцем рок-звезде. Тот не сильно беспокоится на этот счет. По пути домой Дон Ку замечает, что за ним следит тот незнакомец. Обхитрив преследователя, Дон Ку удается застать его врасплох. Но как оказывается, этот незнакомец – бывший подчиненный Дон Ку. Он попал в его отряд еще маленьким мальчиком и всегда восхищался своим командиром. Я грыжу с вами, товарищ командир. Его зовут Хэй Джин. Однако попытки поговорить с ним не приводят к успеху. Тебя уже зачислили в спецотряд? И юноша снова убегает от Дон Ку. Все эти внезапные встречи настораживают Дон Ку. Потому что за долгие годы он впервые повстречал двух других офицеров с северокорейской разведки. Утром парень снова встречает Хэй Джин. Юноша находится в Южной Корее под прикрытием старшеклассника. Вы же незнакомые. Его перевели из другой школы. И его задание – завязать дружественные отношения с братом Юран. Тем, который постоянно задирает Дон Ку, чтобы он не смотрел на его сестру. Вечером, подкараулив школьника, Дон Ку снова пытается узнать о его цели пребывания в Южной Корее. Он говорит, что должен заменить Сусан Хо, того толстяка под видом доставщика. Они замечают, как к Юран пристает ее работодатель, недвусмысленно намекая на интимную близость. Дон Ку просит школьника вмешаться. Но тот не желает этого делать и лишь критикует капитана за привязанность к местным жителям. Помоги ей. Мне нельзя показываться. Почему я должен помогать женщине из Южной Кореи? Она что тебе, не безразлична? Тогда Дон Ку говорит. Она не просто девушка. Она сестра Юджина. Хочешь использовать Юджина? Завоюй его доверие. Они похищают мужчину и переодевают его в одежду, в которой Дон Ку принялись за извращенца, когда он искал пропавшего мальчика. И шантажируют мужика. Если он еще будет приставать к Юран, то они выложат эти снимки в сеть. Следующим утром три секретных агента весело проводят время на крыше магазина, в котором работает Дон Ку. Вдруг они замечают конфликт между приютившей его женщиной и местными барыгами. Они угрожают женщине, что если она будет отовариваться у других поставщиков, то у ее магазина будут большие проблемы. Дон Ку не может стоять в стороне и вмешивается в конфликт, не выходя из своего образа дурачка. Он переключает агрессию на себя. Затем барыга толкает женщину, но Дон Ку успевает смягчить ее падение. Он уже готов вступить в бой, но женщина останавливает его. Эти слова настораживают парня. Он понимает, что возможно она догадывается, что парень лишь прикидывается идиотом. Вечером ее сын возвращается с работы и намеревается отыскать мерзавцев. Он стажер в полиции, поэтому он полон решимости. Дон Ку приходит к школьнику на заправку, где тот подрабатывает заправщиком и просит помочь освободить его от так называемого сводного брата, которого схватили те барыги, когда он пытался с ними разобраться. Школьник без проблем разделывается с барыгами. Стой, гад! После всего этого, Дон Ку приходит к своему сводному брату, как всегда, в образе идиота. И тот рассказывает ему, что нужно быть сильным, чтобы позаботиться о семье. Не переживай, дурень. Твой брат позаботится о семье. Так что доверься мне, понял? Ну вот, Свистун, куда уж тебе. На следующий день, во время барбекю с соседями и близкими людьми, Дон Ку ловит себя на мысли, что в этом окружении он меняется. И боится, что он слишком сильно может привязаться к этому месту. Тем временем, в Северной Корее, порепанный полковник приходит к министру. Министр говорит, что они намереваются улучшить взаимоотношения с Южной Кореей. И тот факт, что в Южной Корее находятся шпионы из отряда 54, может осложнить сближение двух государств. Поэтому министр приказывает полковнику вернуть всех шпионов домой, затем расформировать отряд и объявить их предателями Родины, после чего казнить всех шпионов и уничтожить всю документацию о них. Но полковник просит министра дать шпионам шанс умереть как герои, а не как предатели. Он обещает, что даст им приказ самоликвидироваться в Южной Корее. Вы готовы взять на себя ответственность тех, кто не выполнит приказ? Я ликвидирую собственноручное. Дон Ку наслаждается своей беззаботной жизнью в Южной Корее. Но его умиротворению приходит конец, когда он получает сообщение на пейджер с приказом самоликвидироваться. После этого волна ужасных случаев самоликвидации проходит по всей Южной Корее. К Дон Ку приходит школьник. Мальчишка тоже в замешательстве. Он намеревается казнить Дон Ку, так как понимает, что тот не подчинился приказу, раз все еще жив. В конечном счете разгорается спор между тремя шпионами. Дон Ку готов отдать жизнь и подчиниться приказу. Но он хочет узнать, позаботится ли республика о его матери перед выполнением задания. Он намеревается посоветоваться со своим инструктором. Тем временем спецслужбы Южной Кореи в замешательстве от массы трупов за одну ночь. Однако начальника спецподразделения это не сильно удивляет. Осталось три человека. Они еще так молоды. Не вмешивайся. Руководство приказывает ему не вмешиваться и дать вражеским шпионам доделать свое дело. Но он не может этого так оставить и намеревается спасти оставшихся людей. Вскоре непонятно как, но начальник Южнокорейского спецподразделения находит Дон Ку и призывает его отказаться от приказа. В ходе беседы выясняется, что он тоже из отряда 54. В конечном счете переметнулся в Южную Корею и просто по-человечески не хочет, чтобы молодые люди слепо отдавали свои жизни ради призрачных идеалов своей родины. Школьник нападает на офицера и пускается за ним в погоню. Но южнокорейским спецслужбам удается схватить его. Дон Ку заходит в парикмахерскую и состригает волосы. Он предстает перед всеми теперь уже близкими людьми в истинном образе, прощается с приютившей его женщиной, говорит мудрые слова на прощание Юран и ее младшему брату, затем отдает все сбережения Путане и в придачу передает ей записку с адресом ее ребенка в Штатах. Этого должно хватить на твою поездку. Съезди к ребенку и стиль смени. Затем он вырубает сотрудника спецподразделения и через его микрофон связывается с руководителем. Тот сообщает Дон Ку, что их полковник прибыл в Южную Корею, чтобы добить оставшихся. В твоем теле жучок, тебе от них не скрыться. Дон Ку предлагает рок-звезде уйти в безлюдное место, чтобы не подвергать местных жителей опасности. На допросе школьник просит руководителя спецподразделения взять его с собой. Он хочет помочь спасти своего командира от убийц с севера и ради этого обещает отказаться от своей родины. Тем временем в заброшенном здании порепанный полковник находит Дон Ку. Полкан предлагает парню выполнить приказ. Дон Ку готов сделать это, но перед этим хочет узнать, позаботится ли республика о его матери. Останется ли моя мать под защитой республики? Покоцанный полковник не намеревается отвечать на этот вопрос и лишь повторяет приказ. В результате завязывается драка в перемешку с перестрелкой, по итогу которой Дон Ку падает из окна заброшки. В этот момент к нему подходят те два мальчика, которые донимали его. Дон Ку, что с тобой? Уходите быстро. Опять какать захотел? Дурак. Ты не должен делать это при людях. Но вовремя подъезжает рок-звезда на корейской Тойоте под названием Део и увозит Дон Ку с детьми. Они высаживают детей возле дома и отправляются на условленное место, на очередную заброшку. Дон Ку ранее встретил толстяка-курьера и попросил принести сюда оружие из его дома. В заброшке курьер передает им сумку, но внутри оказываются кирпичи, и они понимают, что толстяк не на их стороне. Тогда курьер признается, что его истинная миссия – присматривать за шпионами, чтобы они не предали республику. Я никогда не сомневался, что вы, парни, станете идеальными предателями. Позвольте представиться, профессор полифилософии университета имени Ким Ирсена Сосан Ку. Приходят его личные бойцы, и начинается драка. В ходе драки Дон Ку узнает от толстяка, что когда шпиона отправляют на задание, его родственников тут же сажают в тюрьму. И так как Дон Ку не подчинился приказу о самоликвидации, его мать казнили. В этот момент покрамсанный полкан с помощником прибывают на место, и спецподразделения Южной Кореи тоже. Школьник, которого они все-таки взяли с собой, сбегает из машины и ликвидирует несколько северокорейских снайперов, чтобы спасти своего капитана. Все снайперы нейтрализованные. Скорее защитники командира группы. Рок-звезда и Дон Ку забираются на крышу в попытке уйти от пожамканного полковника. Однако он все-таки настигает их со своими людьми. Драка продолжается на крыше. Пока рок-звезда разделывается с людьми полковника, Дон Ку выходит помахаться раз на раз с обшарпанным полковником. Однако обшмыганный полковник превосходит своего подопечного в бою. И когда он уже готов добить парня, на крыше появляется Южно-Корейское спецподразделение. Школьник, замаскированный под спецназовца, стреляет в истасканного полковника. Тот достает гарнату, чтобы подорваться с оставшимися шпионами, но рок-звезда жертвует собой. Он хватает полкана, и они вдвоем падают с крыши здания. Школьник подбегает к своему командиру и пытается защитить его. Он не намерен сдаваться. Дон Ку, подавленный горем из-за смерти своей родной матери, находит в кармане своего пиджака сберегательную книжку, которую ему подложила женщина, приютившая его. Он видит, что она ежемесячно клала ему на счет деньги на жизнь. Парень вспоминает, как она называла его сыном. Он в отчаянии кричит, что хочет вернуться к своим новым родным и близким, где он жил последние годы. Но школьник в панике стреляет в руководителя спецподразделения и раздается ответный огонь. Дон Ку обнимает своего подопечного, и шквал пуль прошивает их насквозь. Они падают с крыши здания. На фоне их бездыханных тел, мы слышим их диалог, который был накануне о том, кем они хотели бы быть в следующей жизни. Хочу родиться в обычной стране, в нормальной семье. Жить как живу сейчас. Я всего лишь хочу родиться по соседству с тобой, командир. А я бы хотел родиться с соседом хорошеньких девочек и веселиться с ними с утра до вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова